Прекрасно рад всех вас увидеть в это утро, что мы вместе собрались, чтобы прославить, чтобы поклониться Богу, чтобы встретиться с Ним и чтобы Бог говорил в нашу жизнь. Поэтому я коротко помолюсь и буду делиться Словом Божьим. Господь, мы благодарим Тебя. Ты самое лучшее, что есть в нашей жизни. Ты наше сокровище, Ты наша драгоценность. Наше сердце открыто для Тебя. В это утро, Господь, мы поклоняемся Тебе. Ты на престоле нашей жизни. Ты наш Бог, Ты наш Спаситель, Ты наш друг, Ты наш помощник. И мы так рады, что Ты всегда открыт, чтобы слушать нас, чтобы слышать нас и чтобы говорить в нашу жизнь. Поэтому благослови сегодня каждого, кто слушает сейчас, смотрит этот эфир. Пусть Твое присутствие, Дух Святой, оно накрывает нас. Пусть Твое присутствие ободряет нас, вдохновляет нас. Пусть живое Слово и живая вода приносят небесное влияние в нашу жизнь. И мы благодарим Тебя, и мы поклоняемся Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Вот. И сегодня я хотел поговорить, что молитва – это живая вода. Живая вода. И я начну с первого места Писания. Все вы его прекрасно знаете. Это из книги пророка Иезекииля. Вот. Это место, когда ангел привел пророка к храму. И вы помните, что из-под порога храма текла вода. И вот этот пророк Иезекииль постепенно, постепенно он идет и заходит в этот поток все глубже и глубже и глубже. Наконец он дошел до момента, когда он уже не мог стоять на своих ногах. И он поплыл. Он поплыл в этом потоке. Это 47-я глава. 47-я глава пророка Иезекииля. Вот. Он вошел в это место. И я понимаю, я вижу, что есть такие уровни в нашей жизни, уровни веры, уровни молитвы, когда мы все-таки еще больше, наверное, в большей степени зависим от себя и полагаемся на себя. И вот наши ноги – это образ, на чем мы стоим. На чем мы стоим. Наша точка опоры. И многие люди, да, они верующие. Они ходят в церковь, они в служении. Но все равно главной точкой опоры в их жизни остается все-таки земное, а не божественное. Но мы видим, что цель была, чтобы Иезекииль дошел до того места, где он уже не может стоять на своих ногах. То есть он уже не держится за земное, а он полностью доверяет Богу. Он полностью погружен в его присутствие. Он полностью движется именно в потоке этой реки, этой божественной реки. И я думаю, что именно об этом нам нужно поговорить, потому что, да, есть разные уровни веры, разные уровни посвящения. Но мы видим, что Бог всех нас хочет привести именно в ту точку, когда мы скажем, Господь, уже не я живу, но Ты живешь во мне. Уже я не полагаюсь на себя, я не полагаюсь на свои силы, я не полагаюсь на свои таланты. Я полностью доверяю Тебе. Я полностью принадлежу Тебе. И вот знаете, интересно, если Вы умеете плавать, я думаю, что многие из Вас умеют плавать, то когда Вы учились плавать, было страшновато. Это страшновато, потому что первые попытки плавать, я сам помню в детстве, как это было, в основном ты почему-то начинал тонуть. Ты хотел плыть, но ты тонул, потому что ты не мог поймать этого момента, когда ты оттолкнулся от земли, и вдруг ты поплыл. И я помню, это мне, наверное, лет 8 было или 7, когда я первый раз поплыл. И мне, кстати, помог один человек в реке. Я там пытался, пытался, знаете, многие в детстве мы имитируем, что мы плывем, и мы плывем, как говорится, под дно руками. И делаем вид, что как будто бы мы умеем плавать, но на самом деле мы не умеем плавать, а мы делаем вид. И я... Мужчина увидел мои попытки, и он говорит, давай я тебе помогу. И знаете, он мне помог, он взял, как бы меня так вот на руки, поддержал, и потом как-то подтолкнул, говорит, а теперь ты плыви. И раз-раз, и я поплыл. И я пережил такой восторг, и я пережил такую радость, что, о, вот это да, вот это да, у меня получилось, я могу плыть. Ты знаешь, когда ты научился плавать, ты понимаешь, огромную радость ты получаешь от этого плавания. Я до сих пор очень люблю плавать, и я благодарен тому человеку, который помог мне и научил меня плавать. Вот, но о чем я хочу сказать, что точно так же и наши отношения с Богом, точно так же и отношения веры. Пока мы не вкусим, что такое вера, пока мы не вкусим, что такое полное доверие Богу, полное посвящение, это все равно, что ты не научишься плавать. Вот так ты и будешь. Ты будешь ходить по воде, ты будешь заходить в эту реку, но поплыть, поплыть, ты никогда не сможешь, пока ты не оттолкнешься и полностью не доверишься Богу. Вот этот вот ключевой момент, я думаю, те, которые уже пережили в своей жизни, они понимают, о чем я говорю, они понимают, что такое поплыть в этом потоке, что такое полностью поверить и отдаться Божьему течению. И поэтому Бог хочет научить нас, Он хочет помочь нам, да, и Дух Святой наш помощник. И, конечно, первые наши попытки, они, конечно, бывают неудачными, потому что когда ты чему-то учишься, ты не можешь сразу этому научиться. Но когда ты хочешь, когда ты очень сильно хочешь, ты обязательно этому научишься. И у тебя обязательно это получится. Поэтому я всех вас ободряю не сдаваться. Не сдаваться в своей молитвенной жизни, не сдаваться в своей вере. Может быть, у вас еще что-то не получается. Может быть, еще идет не так, как вы хотели бы, да. Может быть, вы еще по дну руками плаваете. Может быть, вы смотрите на других, как они плывут, как у них получается. Вы думаете, вот мне бы так научиться. Я тоже так думал, когда был мальчиком. Но вот это желание поплыть, оно осуществилось. Поэтому Писание говорит, что вера – это осуществление ожидаемого. Вот чего ты ожидаешь, за что ты веришь, какое сильное желание есть в твоем сердце. И когда ты поплывешь именно в Божьем потоке, именно в благодати, именно в его силе в твоей жизни начнут происходить настоящие чудеса. Потому что мы видим, что… Я сейчас прочитаю, вот несколько стихов написано. И тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что она лежала плыть. А переходить нельзя было этот поток. Так, видите, нельзя, нельзя. Бог говорит, вот ты доходишь до такого момента, что дальше уже так нельзя. Дальше нужно больше доверия Богу. Нужно больше посвящения Ему. Нужно иметь лучшее отношение с Богом. Говорит, дальше уже так нельзя. И вот этот, наверное, момент, переломный момент, он должен произойти в жизни каждого верующего. Потому что либо он станет настоящим верующим, он полностью доверится Богу. И он вкусит вот эту радость, вот эту радость переживания, как Бог движется. И ты движешься вместе с Богом. Ты движешься в этом потоке. Потому что, видите, когда он в этом двинулся, он увидел, что там и были деревья, там было исцеление. И куда этот поток приходил, там написано, что все было здоровое, там все оживало. Там было много рыбы. То есть мы видим благословение, благословение, благодать, плоды. Вот эти все вещи, которых мы хотим видеть в нашей жизни, в служении, в церкви. Бог говорит, это возможно только тем людям, которые полностью доверятся Ему. Тем людям, которые поплывут в этом потоке. И написано, у потока по берегам, и с той, и с другой стороны будут расти всякие дерева, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. И каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды будут употребляемы в пищу, а листья для врачевания. Видите, какие замечательные картины Бог рисует для того, чтобы мы захотели пойти дальше на этот уровень глубины отношений с Богом, на этот уровень глубины веры, на этот уровень глубины молитвы. Потому что своими ногами мы туда не дойдем, понимаете. Мы можем попасть в это место благословения, благодати, плодоносности, чудес, когда мы полностью доверимся движению Святого Духа, потоку Святого Духа. И Бог, я думаю, Он зовет нас на эту глубину. Он зовет, потому что Он говорит, если ты будешь просто ходить по воде, ну, то есть твоя точка опоры, это будет не Бог, это будет земное, потому что мы стоим на земле, мы опираемся на какие-то свои понимания, на свои силы, на свои способности. Но Бог хочет, чтобы нашей точкой опоры был Бог и Его Слово, и движение Святого Духа. Вот на чем нам нужно, на что нам нужно опираться. И мы видим вот эту прекрасную картину, что когда ты отрываешься от земного, то ты входишь в этот удивительный поток. Поток, который начинает нас нести. И ты уже понимаешь, что это не твоя сила, это не твои способности, это не то, что ты можешь сделать сам. Ты видишь, это то, что делает Бог. И это, наверное, самое-самое увлекательное. Почему апостол Павел, да, он говорит, то, что я раньше почитал чем-то ценным, чем-то значимым, я потом увидел, что это все мусор. И он говорит, что я стремлюсь к этой цели, да, высшего звания во Христе. Я стремлюсь, не достигну ли и я его, не достигну ли я этого уровня хождения с Богом, да, не достигну ли я этой веры, не достигну ли я этих благословений, потому что Бог, он, конечно же, понимает, что нужно время, чтобы зайти на эту глубину. Нужно победить страх, потому что я понимаю, что иногда людям страшно слишком, это слишком далеко, говорит, быть в отношениях с Богом, это слишком много, это слишком, часто люди говорят, я вот как бы, ну, я буду верить, я буду служить там даже, но вот до какой-то черты, до какого-то уровня, до какого-то определенного момента, это тот момент, когда мы все еще стоим на своих ногах, когда мы все еще доверяем больше земному, чем Божьему, но именно момент, когда ты оторвешься от земного, только тогда ты увидишь чудеса Божьей благодати, только тогда ты увидишь благословения в своей жизни, которые будут совершенно на другом уровне, и только тогда ты увидишь людей, которые будут спасаться, может быть, ты за них молишься, они не спасаются, может быть, ты молишься, они не исцеляются, еще какие-то вещи, может быть, ты делаешь, а этого не происходит, но этот поток, он принесет, приведет тебя на тот уровень, написано, потому что куда приходил этот поток, Там была жизнь, там было здоровье, там было исцеление, там было спасение, да, потому что там много рыбы, это душа людей, это душа людей, которую Бог хочет спасти, написано, и куда войдет этот поток, все будет живо там, все будет, это поток жизни, это река жизни, и поэтому Бог хочет, чтобы мы в этом двигались, чтобы мы научились двигаться в Божьих потоках. И еще я хочу одну историю вам рассказать, это история про Аральское море, море-озеро его еще называют, знаете, в свое время это было огромное море, 426 километров в длину и 284 километра в ширину. Представляете, какое огромное море, это можно сказать, ну, практически, если я сравню с Хабаровском, то это почти, практически расстояние от Хабаровска, наверное, до Лесозаводска или даже дальше, это с нашей стороны. Вот. И ширина почти 300 километров. Но вы знаете, это море сейчас, оно практически исчезло. Почему оно исчезло? Потому что оно высохло. Почему оно высохло? Аральское море находится на границе двух государств, Казахстана и Узбекистана. И люди решили, что две реки, которые впадают в это море, это Аму-Дарья и Сыр-Дарья, две такие большие реки, они решили, что лучше воду из этих рек направить на орошение хлопковых полей, там еще каких-то полей. Потому что, если вы знаете географию, это довольно-таки засушливые районы, и поэтому там очень-очень мало влаги, и люди решили сделать такое, так сказать, доброе дело и направить эти реки на орошение полей. Но что стало происходить, когда вода стала не попадать из этих двух рек в это море? Это море стало очень быстро засыхать. Оно становилось все меньше и меньше, и меньше, и меньше, и меньше. И вы знаете, я вот сравниваю вот эти две реки, эти две реки, которые питали это море, я так могу это представить, что это наше время, и это наши силы. Это море, будем так говорить, что это наш дух, это наш дух. И для того, чтобы наш дух наполнялся Богом, мы должны посвящать для этого время. И очень важно понимать, что это главное в нашей жизни, что Бог это главное в нашей жизни, и взаимоотношения с Богом это главное в нашей жизни. И для этого нам нужно постоянно выделять время, находить время и, конечно же, силы. Потому что чаще всего, что я слышу, почему люди там, они не проводят время с Богом, они говорят, у меня нет времени, и у меня нет сил. Я устаю на работе, я устаю на учебе, я вообще устаю, и мне хочется просто расслабиться. И вы знаете, вот эти две реки, две реки это время и сила, если мы их не будем направлять в наш дух, то с нами будет происходить похоже, что произошло с этим большим морем. Наша духовная жизнь, она будет засыхать, и засыхать, и засыхать, и засыхать. И это действительно, это действительно очень-очень-очень опасно. И мы должны это видеть и понимать. Вы знаете, вот это море Аральское, да, я смотрел, можете зайти в интернет и сами даже почитать и посмотреть картинки. То есть какое-то было огромное море, и что от него сейчас осталось. Море ушло больше, чем на 100 километров. Вот представляете, были города, приморские города, там были морские порты, там жили люди, они ловили рыбу, были рыбные заводы. Но вот приморцы, наверное, это лучше понимают, потому что у вас рядом море. И представляете, если бы море от Владивостока ушло на 100 километров. Вот было море, и 100 километров его уже нет. И тогда где ваша набережная? Тогда где ваши корабли? Тогда где все эти краны? Куда это все? Зачем оно тогда нужно? И вы знаете, там есть кладбище кораблей такие, есть вот фотографии, вы можете в интернете посмотреть. Действительно, огромное количество морских судов, которые сейчас просто находятся в пустыне. Потому что море ушло, и стало пусто, стала пустыня. И вы знаете, что еще какая опасность? Потому что они делали такие дренажные системы с полей, с хлопковых полей. Там очень много хлопков выращивалось, еще каких-то культур. И, значит, там все эти поля обильно поливались различными удобрениями. И в удобрениях есть также много яда. И когда вот эта вода возвращалась туда, она просто несла все вот эти ядовитые отходы. И в итоге что произошло? В итоге произошла экологическая катастрофа. Экологическая катастрофа. Море засохло. И там, где ушла вода, там не только оказалась соль, но там оказались вот эти ядовитые химикаты от удобрений. И когда поднимаются сильные ветра, то вот эти пыльные бури, они несут вот этот яд, вот эту пыль с остатками удобрений на расстояние до 500 километров. Можете себе представить. То есть из места благословения это море превратилось в место проклятия, можно так сказать. Потому что вот эти ядохимикаты, которые поднимаются с пылью, люди вдыхают их, и они начинают болеть. Это не только там респираторное заболевание, но также много онкологических заболеваний. Там рак горла, еще какие-то страшные болезни. И я почему об этом говорю? Потому что мы иногда думаем, что ну ладно, я как бы могу по-своему распоряжаться в своей времени, могу по-своему распоряжаться в своими силами. Конечно, ты можешь это делать по-своему, но, пожалуйста, подумай сегодня, что вот эта живая вода, она либо сделает тебя благословенным человеком, и ты будешь действительно благословен, как написано, потому что это реки жизни, которые приходят в нас. И эти реки жизни, не только они приходят в нас, они должны вытекать еще из нас, потому что это Бог источник, а мы канал его благословений. Вы помните, Иисус говорил, что у вас из чрева потекут реки живой воды. То есть мы будем не только сами благословлены, но люди будут благословлены через нас, потому что Бог хочет действовать через каждого из нас. И поэтому вот это вот море, которое было благословением для многих людей, там было огромное количество рыбы, огромное количество людей жило по берегам вот этого моря. Но когда море стало высыхать, вода стала уходить, это море превратилось в проблему, потому что оно не давало жизнь, оно уже несло смерть, оно несло отраву. И поэтому мы должны очень серьезно подходить к тому, что нам говорит Слово Божье. Как и сказано, что вот эта живая вода, вот этот источник, который есть Бог, Он хочет через нас, через эти каналы, чтобы эти Божьи потоки, они приносили жизнь. Они приносили врачевание, они приносили благословение, они приносили радость. Поэтому если уходит наша молитвенная жизнь, друзья, уходит духовная жизнь. Как мы видим в этой истории, да, ушла вода и ушла жизнь. Ушли люди, ушли благословения. Ушло то, что раньше питало и кормило вот этих людей, которые жили вокруг этого моря. И начались эти пыльные бури, начались заболевания. И мы понимаем, почему дьявол так сильно мешает людям жить вместе с Богом и иметь эти сильные глубокие отношения, иметь молитвенную жизнь. Потому что, когда мы не получаем с неба эту живую воду, мы становимся пустыми. Мы засыхаем, мы увядаем. Никакого благословения в этом нет. И поэтому враг всегда будет стараться отделить нас от молитвенной жизни, отделить нас от взаимоотношений с Богом. И вы знаете, что действительно вот Бог, Он так устроил, Он создал нас. Он создал нас. Мы Его творение. И написано, что мы созданы на добрые дела. И понимаете, вот это вот, как я привел пример с этим морем, это экосистема, которая устроена Богом. Это Бог создал эту систему. Но что делает грех? Грех делает человека независимым от Бога. И как вы помните, что произошло в Едемском саду, люди отказались послушаться Богу, они отказались повиноваться Богу, они пошли на сделку с дьяволом, и они лишились вот этого благословенного места, куда поместил их Господь. Он поместил их в сад, Он поместил их в самое красивое место, и там текли реки, если вы помните. Это было очень красивое и очень благодатное место. И в этом месте они встречались с Богом. И поэтому враг всегда старается прийти. Он пришел в этот сад, чтобы разделить человека с Богом. Он приходит и сегодня, чтобы и сегодня нас также отделить от Бога, рисуя нам какие-то ложные картины, давая нам ложные обещания. Потому что Он отец лжи, и мы должны понимать и различать добро и зло, и понимать, что нам во благо, а что нам не во благо. Поэтому, когда люди согрешили, да, они попали под проклятием. Их жизнь изменилась. Пришли болезни, пришел голод, пришли кризисы, пришли убийства. Все-все-все плохое, что стало разрушать человека. И не только человека, да, человек стал разрушать планету, которую создал Бог. И мы сегодня имеем много экологических проблем. И вот эта проблема с Аральским морем, да, это большая экологическая проблема. Потому что человек решил вмешаться в Божие творения и по своему усмотрению, да, использовать эти реки. Но вы знаете, все, что создал Господь, оно все идеально, оно совершенно. И если мы входим в эти отношения с Богом, наша жизнь, она будет всегда благословенна. Она будет совершенна, потому что Бог, Он совершенен. Его творение, оно совершенно, Его планы, они совершенны. И взаимоотношения с Богом, это неотъемлемая часть человека. Потому что Бог сотворил человека для себя, для этих взаимоотношений. И если мы понимаем и видим вот эту картину, имеем вот это видение, то мы будем благословены и будем благословлять других. В Писании сказано, что народ гибнет от недостатка видения. И вот это видение, оно приходит нам из Слова Божьего. Эти картины, которые Бог нарисовал нам в Своем Слове, они рассказывают нам о той жизни, которая может быть и нас. И Бог говорит, избери жизнь, избери жизнь с Богом, избери жизнь молитвой, избери жизнь этих посвященных отношений с Богом, избери идти на глубину и жить на этой глубине с Богом. Потому что на глубине тебе откроется удивительная картина. На глубине ты увидишь то, что ты никогда не увидишь на мелководье. И мы знаем, что на мелководье никакие большие суда не могут плавать, никакие большие рыбы не плавают. То есть ничего большого на мелководье не происходит. Все большое происходит на глубине. И поэтому Бог говорит, что я вам дал призвание, я вам дал свою судьбу, я вам дал дары, я все для вас сделал. И Он зовет нас на эту глубину, на глубину отношений. Потому что чем больше корабль, да, вы знаете, тем больше глубина ему нужна. Он просто засядет на этой мели, он никуда не уплывет. И поэтому Бог говорит, я хочу для вас приготовить большие планы. Большие планы для каждого из нас. Потому что очень-очень много Бог чего хочет сделать. И у Него великие планы, у Него огромные планы. И мы должны пойти за Богом на эту глубину. Мы должны поверить Ему. И мы должны понять, что без Него у нас ничего, ничего не получится. Поэтому наша молитвенная жизнь, она и будет определять, на каком уровне мы живем. Мы живем по лодыжку, мы живем по колено, мы живем по пояс, мы живем даже по горлышку. Но Бог говорит, что все равно, пока ты полностью не посвятишь свою жизнь Богу, пока ты полностью не будешь Ему доверять, ты не сможешь попасть именно в место своего призвания и своего предназначения. И когда ушла вода, я вам сказал, что множество судов, они остались просто на песке. И они не были созданы, чтобы жить на песке, понимаете? Эти суда, они уже все заржавели. Они разрушаются. Точно так же жизнь человека и всего человечества. Если мы живем без Бога, мы разрушаемся, мы гибнем. Вот эта ржавчина, да, вот эта коррозия, она уничтожает даже самый крепкий металл. И как бы люди не храбрились, и как бы они не говорили, что они такие сильные, без Бога мы обречены. Без Бога мы все погибнем, и нас всех ждет разрушение. Но с Богом мы движемся в Его полноводье, мы движемся в Его потоках, мы движемся в Его реке, мы движемся в Его силе. И это есть настоящее благословение. Поэтому вы знаете все замечательный и прекрасный псалом, псалом 1, да? 1 Псалом написано, что блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Видите, вот эти две реки, я к ним опять возвращаюсь, его время и его сила, они посвящены Богу. Они посвящены Богу, потому что то, что дал нам Бог, он дал нам время, и он дал нам сил, он дал нам жизнь. На что мы потратим свою жизнь? На что мы будем тратить свое время, свои силы? Но этот человек, он был благословен, он был счастлив. Вот действительно в Боге есть удивительная радость и удивительное счастье. Написано, что благословение Господне, оно печали не приносит. Оно не приносит печаль, оно приносит тебе радость. И написано, он будет как дерево, посаженное при потоках вод. Вот эта живая вода, она делает тебя сильным деревом, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет. И во всем, что он не делает, он успеет. Видишь, есть огромное благословение в Боге. И когда ты зависишь от Бога, веришь Богу, поклоняешься Богу, то эти потоки, они текут в твоей жизни. Они питают тебя, они укрепляют тебя, они делают тебя сильным, они делают тебя выносливым, потому что дальше написано, не так нечестивые, они как прах, возметаемый ветром с лица земли. Видите, когда море засохло, не стало воды, в этом месте, где было море, стали подниматься пыльные бури. И что такое буря, да? Что такое пыль? Пыль, она не имеет корня, она не может ни за что задержаться, ее просто несет. Просто несет. Написано, что нечестивые люди, они как пыль, как прах, возметаемый ветром, поэтому не устают, не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. И Бог не хочет, чтобы мы погибли, да? Бог не хочет, чтобы погибла природа, чтобы погибла эта планета, да? Но из-за того, что люди делают не так, как хочет Бог, они разрушают себя, они разрушают эту планету. И вот эти катастрофы, экологические катастрофы, духовные катастрофы, экономические катастрофы, их очень много, этих катастроф происходит из-за чего? Не из-за того, что, как говорят люди, куда Бог смотрит. Бог-то создал все идеально и совершенно. Но люди, не веря, отвергая Бога, и поступая по-своему, не так, как говорит Бог, не так, как говорит Его Слово, не так, как говорит Его воля. Они разрушают и себя, и эту планету. Поэтому что нам говорит Господь? Посмотрите на счастливого, на благословенного человека, который посвятил свою жизнь Богу. Написано, что воля Его куда направлена? Она направлена к Богу. И он познает Бога, он размышляет о Нем. Он имеет отношение с Богом день и ночь. И поэтому он, как дерево, посаженное при потоках вод. Он цветет, он процветает, потому что в его жизни нет засухи, в его жизни нет поражения, в его жизни нет смерти, в его жизни нет болезни. Он благословлен Богом, потому что эти потоки жизни, они несут исцеление, они несут благословение, они несут жизнь самого Бога, понимаете? Жизнь самого Бога. И Бог говорит, я хочу, чтобы жизнь Бога через нас, она была передаваема другим людям, с которыми мы учимся, живем, работаем, потому что это живая вода, это сам Господь. Это живая вода, она нужна людям в этом мире, которые погибают и умирают без Бога. Поэтому в заключение я хочу помолиться вместе с вами, чтобы мы действительно все пошли дальше, пошли на эту Божью глубину, потому что только на глубине ты сможешь действительно вкусить, как благ Господь. Ты уже не будешь стоять ногами на этой земле и плавать руками, но ты поймешь, что такое верить, что такое доверять Богу, что такое быть в Его крепких и любящих руках. Ты поймешь, что такое двигаться в потоках Святого Духа. Какая это радость и какое-то благословение, и какое-то счастье. Господь, мы благодарим Тебя за это утро. Я просто молюсь за каждого человека, кто сейчас вместе с нами в прямом эфире. Я молюсь, чтобы движение Святого Духа, оно коснулось каждого. Я молюсь, чтобы мы сделали правильное решение, чтобы мы действительно посвятили Свои реки, Своё время, Свою силу, Свою жизнь Тебе полностью, Господь. Потому что без Тебя нет будущего, без Тебя нет надежды, без Тебя нет жизни, без Тебя нет выхода, потому что Ты – это река жизни. Ты и есть сама жизнь, Ты есть источник жизни, Господь. И поэтому мы бежим к Тебе, написано, как ланина бежит потоком воды, и мы бежим к Тебе, в Твоё присутствие, в Твоё слово, чтобы молиться, чтобы общаться с Тобой, чтобы наполняться Тобой, Господь, чтобы эти реки, о которых говорил Иисус, они потекли через каждого из нас. Потому что мир засыхает без Тебя, мир погибает без Тебя, мир нуждается в Иисусе Христе, он нуждается в Спасителе, он нуждается в живом Боге, он нуждается в живом слове, он нуждается именно не в религии, а в живых отношениях с Тобой. И поэтому Ты избрал нас, Господь. И Ты учишь нас, Дух Святой, Ты ведёшь нас, и Ты говоришь нам, как Иезакию, ну, Иезакию, ну, ещё сделай шаг, ещё один шаг, ещё, иди дальше, иди дальше в познании Бога, в служении Богу. Не останавливайся на достигнутом. Не останавливайся, есть ещё очень и очень много, что Бог хочет тебе дать. Есть ещё очень-очень много, как Бог хочет двигаться через тебя. И поэтому Дух Святой, Он зовёт нас. Он зовёт нас к ежедневным отношениям. Потому что каждый день, встречаясь с Богом, это ещё один шаг на глубину. Это ещё один шаг в Его присутствии. Это ещё один шаг в Его Слово. И каждый шаг, Он приводит тебя к благословению. Каждый шаг, Он наполняет тебя своей жизнью. Каждый шаг, Он приближает тебя к Богу. Поэтому Он говорит, приблизьтесь ко Мне. Приблизьтесь ко Мне, я приближусь к вам. Я молюсь, чтобы наши отношения с Богом, они были глубокими, они были сильными, они были радостными, они были наполнены верой и любовью и к Богу, и к людям. Во имя Иисуса Христа. Аминь.